Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы находитесь на передаче «Мир женщин». Я после «Аделажа» и с удовольствием веду эту передачу с нами, Алла Макаровна. Спасибо вам, что вы делитесь с нами и с вашей жизнью. И мы продолжаем этот рассказ. То есть что-то показало вам, куда идти. Вас раньше пригласили, но вообще это не имело смысла. А сейчас что-то напоминало это. Вы поняли, что туда надо идти? Вы пошли туда? Да, я не стала испытывать судьбу. Я на следующий день... Уже все пошли потеряно? Да, уже все потеряно. Уже нечего терять. И на следующий день мне уже было все равно. Или мне под поезд, или мне в петлю, или мне в церковь. То есть мне уже было все равно абсолютно. И я на следующий день, я взяла сына, потому что я по подвалам не хожу. Я взяла дочь в коляске, и мы пошли туда, в эту секту, как я думала себе так. Мы пошли туда на это служение. Мы приходим к этому подвалу. Очень страшно туда заходить. Я говорю сыну, давай ты пойдешь первый, посмотришь, что там. Он говорит, мама, ну вот ты когда с ребенком зайдешь, тебе ничего не будет. А я сам приду, мало ли кто там собирается. Думаю, ловика у сына работает хорошо. Я беру Ирну, спускаюсь туда, в этот подвал. Я была в изумлении. Вы знаете, я 17 лет проработала в комбинате. Я знаю всех женщин в городе. Всех. То есть у меня стаж отработанный уже. И город у нас небольшой. И когда я туда вошла, в этот подвал, в это подвальное помещение, я совершенно увидела картину. Красивое, как бы оборудованное подвальное помещение. Стоит проповедник в красивом костюме. Сидят нормальные люди. Женщины, которых я прожила когда-то. Да, которые я знаю. Там очень есть те люди, которые работали у нас в комбинате тоже. А не там. И которые работали с моими родителями. То есть весь город. Я знаю много людей. И для меня это было как бы потрясение. Я позвала сына. Мы сидели на этом служении. Я ничего не понимаю. И одна женщина говорит, давай я подержу им, поиграю с сыном. А ты послушай. И она хотела ему поставить. Говорю, она не ходит. Она поворачивается ко мне и говорит, ты ее Бог исцелит. И вы знаете, это было как нож в сердце. Потому что мы цепляемся за Соломину, а человек легко бросается такими словами. И для меня это было, ну, мне было тяжело это слушать. Она так легко это сказала. Я думаю, Боже, ты не знаешь нашей ситуации, что ты так легко можешь распоряжаться, что ее Бог исцелит за Бога. Вот. И она говорит, хочешь за нее в конце служения помолиться? Я думаю, я, в принципе, сюда за этим и пришла. Да. Вот. И она попросила этого проповедника, который там проповедовал, что здесь надо помолиться за девочку. Меня вызвали вперед. И он взял этот проповедник на руки. Он спросил, за что нужно молиться. Я сказала, что она потеряла слух, и у нее был менигид. И почему она у нас заболела? Потому что стафилококк из роддома, он был в спинном мозге. И он год ей не давал развиваться. Вот эта стафилококковая палочка, и она началась, ну, как бы, гноение началось именно в спинном мозге, и потом вылилась ленивей. Это еще с роддома было. Да. И этот проповедник взял ее на руки, и он сказал в церкви людям этим, кто хочет за эту девочку помолиться, встаньте. Меня шокировало то, что как один, все встали люди. И когда эти люди начали молиться, вы знаете, это был крик души. Эти люди так кричали. Как за себя. Да. Они молились так, как я вчера плакала. Это был крик души. Я отрезвилась. У меня мысли пошли назад. Что это за благоговейная молитва перед Богом? Думаю, Боже, быстрее бы забрать своего ребенка, и больше моей ноги в этой секте никогда в жизни не будет. Как бы я его путаю, да? Да. Молитва эта окончилась, если можно было это назвать молитвой. Я забираю ребенка, я быстренько домой. Муж приезжает с работы. И вы знаете, мы были в шоке. Потому что наша дочь перестала умирать вообще. И так же после этой молитвы. Да. Сразу после служения, то есть мы вместе попали домой. Мы с сыном в церковь. Муж с работы с базара приехал. И наша дочь, у нее кто-то просто влил жизнь. Она переворачивает все в доме. Она играется. Она всем интересуется. Мы сидим, мы не можем ребенка накормить. Она кушает все подряд. И мои мысли уже в обратную сторону. Это просто как щелчок. Вообще. Это просто как щелчок. И мы сидим, и мои мысли думают, я разберусь с этими молитвами. Как мне попасть в эту секту, чтобы меня туда записали? Как мне попасть, чтобы меня оттуда вы не выдали? Думаю, я разберусь со всеми. Между ними есть то, что я искала всю жизнь. Я вот внутри почувствовала. Это как свидетельство внутри. Вот это то, что надо. На следующий день мы все побежали. И я, и сын, и муж забрали. Так на каждый день были собрали? У нас каждый день там молитвенные. И мы на следующий день, это был понедельник. Но муж Инну забрал, и вечером уже не смогла. Как бы там до конца быть, она же маленькая. Муж ушел, говорит, ты оставайся. Мы с сыном остались, а муж пошел силой домой. И вот эта женщина, что вчера брала Инну, там и сказала, что Бог ее истилит, она мне говорит. Сейчас будет молитва покаяния, подними руку. Я думаю, не все равно. Я уже раз пережила этот позор, вышла перед людей, да, как бы страх есть. Это считается позором, да? Ну, этот позор как бы перед людьми. То есть ты не хочешь выделяться с серой массой. Ты привык жить, как серая мышка, чтобы тебя никто не видел где-то на заднем плане. А тут надо выходить вперед. Бумаю, я выйду уже вперед, еще раз. Если это спасет моего ребенка, да, пожалуйста. Если что меня будут спрашивать, буду отвечать так, как есть. Уже переживу еще раз этот позор. Для меня это был как бы... Выхожу я наперед, да. Это как раз молитву проводил Белоус Эдик. И я приняла молитву покаяния. Вся церковь меня поздравляет. Алла, ты не знаешь, что ты сделала. Ты почувствуешь это. Ты увидишь эти перемены. Думаю, ребята, если бы вы только меня с секретом не выйдете. Я думала, молитва покаяния, это меня в список записали, что я своя. Я могу свободно приходить, и меня никто не видел. Вот это у меня было понимание. Во вторник я просыпаюсь совершенно другим человеком. Во мне радости столько. Вы знаете, когда я спала, я чувствовала, как в моем мозге, как в библиотеке карточки. Вот так чьи-то пальцы перебирают мой мозг, и что-то какую-то дискету вытаскивают, какую-то вставляют. И вот когда было такое переживание, заплакала Инна. Я реально знаю расположение своей комнаты, знаю, как включить свет, где включается ночник, чтобы подойти к ней. Я с кровати встала, и она плачет, а я вообще не могу понять, в какой стороне, где я нахожусь. То есть, насколько что-то во мне поменялось. Да, ну, и когда я утром уже проснулась, я проснулась совершенно другим человеком. Я проснулась, у меня было полно радости. Жизнь изменили Бога после молитвы покаяния. После молитвы. Только как важно, чтобы люди произносили молитву покаяния, потому что это тыла Божья, спасение. Это меняет их жизнь. Я для мужа стала, и, ну, как бы, он за мной наблюдал, как за подопытным кроветом. Я в церковь бегу каждый раз, у меня радости. Он говорит, ты еще в дурдок попадешь в своей радости. Почему ты так радуешься? А у меня нельзя вас остановить в радости. Она просто льется с меня. Верующие в церкви говорят, Алла, так нельзя радоваться, у тебя будут проблемы. Думаю, Боже, какие проблемы могут быть. Мы сейчас возьмем паузу и обязательно дослушаем до конца то, что Бог дирает в вашей жизни.